Молодежные новости на телеканале Утрар выходят при поддержке Высшего педагогического колледжа Шумкент. Всем привет! В эфире программа «На самом деле» и с Вами Ангелина Волкова. Впереди Вас ждет много полезной, интересной информации. Оставайтесь с нами на телеканале Утрар. Ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек. На планете найдется мало людей, которые останутся равнодушными к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным животным. Есть даже наука о кошках, фелинология. Кошки испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире. Около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам. На втором месте идут собаки. Помимо эстетического удовольствия, кошки выполняют и ряд полезных для человека функций. Они отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину. Так, американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца. Также у них реже случаются инфаркты и инсульты, а английские врачи разработали целую катотерапию, с помощью которой предлагают лечить ряд болезней. В некоторых странах эти животные находятся на особом государственном положении. Например, в Австрии каждой кошке, которая охраняла склады, с продовольствием выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока. А в Китае кошек охраняют на законодательном уровне. Кстати, в Японии даже есть храм кошек, построенный в честь семи котов, которые в 17 веке служили японским воинам, верой и правдой. А в Германии – кошачий музей, где собрано множество экспонатов, связанных с кошками и отобранных по всему миру. Также во многих городах работают кота-кафе и установлены памятники, посвященные мурлыкам. В рубрике «Опрос дня» мой коллега Нуркожа Осет пообщался с журналистами телекомпании «Отерар» и узнал о их любимых домашних животных. Друзья, это Анастасия Новикова, она ярая кошатница и сегодня она расскажет про своих любимых питомцев. В общем, Нуркожа у меня… Я вообще могу о своих питомцах рассказывать часами. Мои подруги меня уже за это не любят. Иногда, когда я скидываю фотки в наш общий чат, они говорят, зачем мы ее кому-то не видели. В общем, у меня две кошки. Одну кошку я завела два года назад, она у меня появилась. Она сначала жила у моей сестры, потом я у нее забрала, так как она переехала в другую страну. И, в общем, я решила ее забрать. Это моя самая первая любовь, я ее очень люблю, ее зовут Ева, она классная кошка. Вторую кошку я… Она у меня бомж, бывший бомж, экс-бомж. Я ее нашла на улице, буквально заваривала себе кофе, варила себе кофе. И в какой-то момент я решила посмотреть в окно на улицу. И смотрю, там ползет это мелкое-мелкое худое существо. Я думаю, я просто выйду, просто покормлю ее и заеду обратно домой. В общем, домой, естественно, я зашла уже вместе с ней. Теперь она у меня живет, это маленькая Шкода. У кошек вообще очень разные характеры, у моих кошек. Старшая, она уже такая, ей уже три года получается, и она такая прям статная, вальяжная. Она любит спать, отдыхать, не шкозит. Раньше она драла у нас обои. Маленькая – это просто настоящее бестие. Она сходит с ума, она бегает, она весь день спит, потому что у нас нет дома, мы все работаем. А по ночам она устраивает нам такой кардебалет просто. Она бегает, она носится со своими игрушками. Она у меня помойная крыса, она залазит в мусорку, достает оттуда вообще непонятно что. Хотя у нас очень много дома игрушек. Но вот ей интересно именно там. Она бегает по нам и драконит нашу старшую кошку, и они бегают вдвоем. Представьте, маленькая и большая кошка, которая уже весом три килограмма, и они носятся по вам всю ночь. В общем, если вы видите сейчас круги под моими глазами, то это именно из-за этого. Стоп, стоп, стоп. Анастасия, я понимаю то, что вы часами можете говорить о своих питомцах, о своих кошек, но расскажите мне, как влияет кошка на здоровье, положительно или отрицательно? Вообще, да, действительно, очень много разных исследований, которые говорят о том, что кошки положительно влияют как на здоровье, так и на психоэмоциональное состояние человека. На самом деле, да, это так. Я, после того, как у меня появились кошки, я, например, очень боюсь темноты. Вот такая вот у меня фобия. Вместе с ними теперь мне не страшно, они как бы со мной. Плюс, действительно, на психику они очень хорошо, очень положительно влияют. Когда их гладишь, когда с ними разговариваешь, играешься, милуешься, очень на самом деле это расслабляет. Мы поняли, кошек вы любите, но а как вы относитесь к собакам? В целом, собаки я тоже люблю, у моей мамы есть собаки, причем очень много. Но вот говорят же, что люди делятся на кошатников и собачников. Я больше по характеру, по темпераменту, по своему отношению к животным, я больше кошатница. Настя, ваши пожелания в Международный день куши? Ну, что я могу сказать, на самом деле, это моя мечта и пожелание, чтобы все бездомные кошки нашли своего любящего, верного хозяина, который никогда их не предаст. И что я могу сказать, дорогие телезрители, берите кошек на улицах, заходите в приюты. Эти кошки на самом деле очень любящие, намного даже любящие, чем те кошки, за которых вы заплатите деньги, породистые какие-то, они будут дарить вам еще больше любви, так как будут знать, что вы спасли их от голодной смерти на улице. Сагдана, теперь расскажи мне про своих кошек. У меня есть кот, его зовут Бонни. Мы его забрали, когда он еще был маленький. В другой семье он, получается, был лишним, так как у них была большая собака, и он его полностью искусал. Нам его подарили, порода веслоухи. Он у меня очень ленивый. Он покушает и сразу же спать. А ночью, конечно же, он просыпается, как охотник, гоняется туда-сюда, бегает. Не дает нам спать. Сагдана, твои пожелания в день кошек? Любите своих кошек, и они будут любить вас вдвойне. Это Сэм, он расскажет мне о своей собаке. Всем добрый день. У меня собака зовут Бакси. Он дворняжка. Гуляем мы, конечно, не часто, потому что я редко бываю дома. Но то, что знаю одно и запомнился я навсегда, то, что он всегда меня ждет после работы. И этим, наверное, он отличается от других собак. Чем ты кормишь свою собаку? По-разному. Бывает, комбикормы с магазина покупаю и домашние еду даю в целом. Вот так как-то. Как известно, Сэм, сегодня международный день кошек. И вот как ты думаешь, завести себе кошку или нет? Да, конечно. Я бы очень хотел себе кота, потому что они добрые, милые. С ним можно немножко посетюкаться, не как с собаками. Конечно, хотелось бы завести, но я думаю, в скором времени заведу. День международный день кошек. И в этот день хотелось бы сказать владельцам этих животных, ласковых, таких вот, я не знаю, беззащитных, чтобы они их содержали, не выгоняли, потому что очень много сейчас, вот когда идешь по улице, видишь таких беззащитных, маленьких, неопрятных кошек, прям душа болит. Поэтому хочу сказать, вот дети маленькие, когда обычно, вот у меня тоже дети, когда маленькие были, спрашивали, мама, можно мы этого котенка заберем? И вот все время думаешь, как бы забрать, а потом же надо смотреть за ним. Поэтому это такая большая ответственность. Нужно вот сто раз подумать, брать, не брать. Но, конечно, если есть условия, создать и ухаживать. Потому что это животное, которое принесет тебе в дом и достаток, и ласку, и добро. Сегодняшний день очень щедр на празднике. 8 августа отмечается Международный день альпинизма. Появлением этого праздника мы обязаны двум смельчакам-швейцарцам. Врачу Мишелю Габриэлю Пакраду и горному проводнику Жаку Бальма. Они первыми из всех альпинистов достигли высшей точки Альп. Вершина Монглан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря. Причем своим праздником этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом. В мире с каждым годом становится все больше высотных зданий, а также специалисты могут помыть окна и фасады, провести их покраску и ремонт, убрать снег и сосульки, смонтировать кондиционер и выполнить прочие операции на данных сооружениях, где применение строительных лесов невозможно. Вершины и сегодня манят как профессиональных спортсменов, так и любителей. Но важно помнить, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей, поэтому правила безопасности необходимо соблюдать и тем, и другим. Свой же праздник все покорители высот, неважно, горы это или здания, используют как еще один повод для встреч, обмена опытом, установки новых рекордов, покорения новых вершин и впечатляющих зрелищ. Друзья, спасибо, что провели время с программой «На самом деле». Надеюсь, вы узнали много полезной и интересной информации, которая точно пригодится. Мы увидимся в следующем выпуске. Всем до новых встреч и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!